До дня победы остаются считанные дни, и сейчас настал черед нашей рубрики «Мы помним, мы гордимся», посвященной этому великому празднику. В ней школьники вспоминают своих предков, фронтовиков, читают стихи о войне. Таким образом, ребята говорят спасибо ветеранам войны, турженькам тыла и тем, кто пал на поле боя. Мой прадедушка Качетов Николай Иванович родился в Твери в 1925 году. Когда ему исполнилось 17 лет в 1942 году, он пошел в военкомат и попросился добровольцем в армию. Его отправили в школу автомехаников в город Камышев в Сталинградской области. Отучившись там полгода, он был направлен в действующую армию на один из прифронтовых аэродромов. День победы ему прадедушка встретил в составе 2-го Прибалтийского фронта. К сожалению, когда мне было 6 лет, его не стало с нами, но я его помню и очень горжусь им. Стиховерение Семена Михайловича Пивоварова у обелиска, посвящая своему прадедушке Качетову Николаю Ивановичу. Застыли ели в карауле, синь неба мирного весна. Идут года, в тревожном гуле осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, в молчании голову склонив, мы слышим. Грохот танков близко и рвущий душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что в тот далекий грозный час свою и жизнью заплатили. За счастье, светлое для нас. Я посвящаю свое стихотворение «Когда на бой смертельной шли вы» своему прадедушке Петру Ивановичу Лепешкину. «Когда на бой смертельной шли вы, отчизны верные сыны, О жизни мирной и счастливой мечталось вам среди войны. Вы от фашизма нас спасли, вы заслонили нас сердцами. Поклон вам низкий до земли, в долгу мы вечном перед вами». Моего прадедушку Петра Ивановича Лепешкина призвали на войну, когда ему было 40 лет. Он был отцом семерых детей. Прадедушка воевал три года и дошел до Берлина, где и встретил победу. После возвращения с войны он не рассказывал о своих заслугах. И только недавно из архива мы узнали о том, что Петр Иванович был награжден трижды за свои подвиги. Например, ему был присвоен орден славы третьей степени за то, что под градом пуль вынес с поля боя тяжело раненого командира и двух бойцов. Я посвящаю свое стихотворение моему прадедушке, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Мой прадедушка Романов Николай Алексеевич родился 7 сентября 1923 года в Саратовской области. После окончания средней школы в октябре 1941 года он был отправлен в город Куйбышев. После чего его отправили в действующую армию. Николай Алексеевич участвовал в освобождении города Будапешта, за что потом был награжден медалью. Кроме этого он был награжден медалью за победу над Германией. Он прошел всю войну и вернулся домой. Иван Ващенко. Великая война. То, что случилось, не забудем. И до конца мы помнить будем про подвиг тот в сороковых. Про тех, кого уж нет в живых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова